Я вас приветствую. Сегодня моя проповедь будет на тему «Почему?». Это будет краткая проповедь. Но я просто знаю, что в нашей жизни очень часто звучит это слово «Почему?». Когда я спрошу детей «Почему вы ходите в школу?» Они ответят, чтобы учить науки, иметь возможность читать. Если я спрошу Володю «Почему ты ходишь на работу?» «Почему ты ходишь на работу?» Ему нравится ходить на работу. А кто ходит на работу по другой причине? Андрей, почему? Тебе нравится? А, в двойне. Хорошо. Знаете, вот я скажу, что очень часто дети, когда растут, они задают эти вопросы «Почему?». Почему трава зеленая? Почему облака то красные, то синие, то зеленые? И вы знаете, очень много вопросов, которые звучат в нашей жизни «Почему?». Если задам в Дине вопрос «Почему мы кушаем?». Чтобы жить. Да, почему мы воду пьем? Потому что тоже нужно жить. Вы знаете, потому что без воды мы не можем долго прожить. И сегодня вот то, что мы будем делать, я возьму вот эту чашечку и хочу вам сказать о том, что здесь внизу есть наклейка, и там есть хлеб. Когда вы снимете верхнюю наклейку, то там есть виноградный сок. И если я задам вопрос «Почему мы это делаем?», у меня есть библейских пять ответов на это «Почему?». Первый ответ на вопрос «Почему мы делаем?», почему мы вспоминаем смерть Господню? Потому что в Библии говорится о том, что Иисус сказал «Сие творите Мое воспоминание». Это повеление Иисуса «Сие творите в Его воспоминание». Вы знаете, второе значение «Почему?». Потому что в Библии написано также о том, что «Память обо мне». Мы помним о той цене, которую Бог сделал там на Голгофе. Вы знаете, третья причина «Почему?» Это повод для самоанализа. И Библия говорит о том, что да испытываешь за себя человек. Не соседа. Не близкого. Но написано «Себя испытывает». Следующее, четвертое значение. Мы рассуждаем о теле Господнем. И вы знаете, одно из значений Слова «тело» это люди, которые окружают нас. Вы знаете, очень часто, в последнее время, особенно заметно, люди пытаются быть набожными. А в Библии написано, имеющие вид благочестия, но силы Его отрекшиеся. И вот значение, почему я участвую в вечере Господней, потому что я рассуждаю о теле Господнем. Не безразлично, в каком состоянии находится брат или сестра. Мы являемся Его телом. И я, как я член церкви, я вижу людей. Я знаю людей, чем люди живут. Я вникаю в их нужды. Я молюсь об этих нуждах. Мне очень понравилось, когда на этой неделе, буквально после десяти вечера, тогда, когда уже многие люди уже ложатся спать, особенно американцы, поступила нужда на церковную группу. Завтра нашей дочке будет делать операции. Поддержите нас в молитве. Я увидел, что не вся церковь ложится спать рано. Мне было приятно, когда появились эти руки, которые протянуты к небу, для того, чтобы молиться. Почему я участвую в вечере Господней? Потому что я не один в этом мире. Потому что есть брат и сестра, которые поддержат меня, когда мне трудно. И когда я увижу нужду, я также буду поддерживать. И пятое, почему я участвую в вечере Господней? Я возвещаю смерть Господню. Я возвещаю Его победу на кресте. Я являюсь Него свидетелем на работе и на том месте я нахожусь. И мое участие, это также участие свидетельства о чуде Божьем в моей жизни. И я благодарю Бога за то, что я знаю Его. А Он знает меня. И вы знаете, вот то, что я держу сегодня, я не хочу никогда, чтобы мы обесценивали то, что мы делаем. Вы знаете, я каждый раз, когда я поднимаю эту чашу, когда я пью виноградный сок или хлеб, кушаю, я помню то, почему я это делаю. Пусть это моя краткая проповедь будет напоминанием для вас. Чтобы у нас не было так, вы знаете, как машинально мы кусок хлеба взяли. Просто машинально мы выпили глоточок воды. И также автоматически мы поучаствовали. Я скажу, за то, что мы сегодня держим перед собой, стоит большая цена. Бог, Он не пожалел Своего Сына. Но Он послал Его в этот мир. Чтобы Он пришел в этот мир. Чтобы Он принял образ человека. Чтобы Он прожил эти годы на земле. И чтобы придя полнота времени, чтобы Он пошел на Голгофу. И пострадал за меня. Я счастливый человек. Потому что участвуя в этом, я знаю, что я житель неба. И Библия говорит о том, что будет время, когда мы будем уже там в этом участвовать. Мы будем там праздновать победу, то, что сделал Сын Божий здесь на земле. Поэтому пусть наше участие оно будет не автоматическим. Но чтобы наше участие было участием веры. Вы знаете, верующий человек не судится. Но через его смерть он оправдан. Имеем надежду на вечность. И вы знаете, вот сегодня я буду участвовать, и вы будете участвовать. И иногда я думаю, а может быть это последний раз. Здесь на земле. И поэтому пусть Бог благословит каждого из вас. Я попрошу также Виталика. И, пожалуйста, Тимуфея, подойди сюда. Возьмите, пожалуйста. Я хотел бы, чтобы мы как церковь, давайте встанем также для молитвы. Боже наш, я благодарю Тебя за то, что вот задавая вопрос, почему мы в Библии находим ответы. И за то, что эти ответы пришли не только через Слово, но чтобы, читая это Слово, мы приняли его в нашу жизнь. И пусть сегодня благословение Твое, оно будет на детях Твоих. Боже мой, я молюсь сегодня за тех людей, которые ослабили веры. Я молю Тебя дать, чтобы посредством участия они получили силу, чтобы они могли подняться, и чтобы они прославили Тебя. Те люди, которые сегодня имеют физическую болезнь, Боже, пусть через это участие придет исцеление, потому что в Твоих ранах мы имеем исцеление. Я благодарю Тебя за то, что мы можем быть Твоими свидетелями, участвуя в вечере Господней. И пусть, Господи, наше сердце будет наполнено любовью. Чтобы мы видели брата и сестру и участвовали в нуждах святых. Я прошу святого имя Христа. Аминь. Пожалуйста, братья. Аминь. Боже, братья. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Я нервничаю чуть-чуть, но я хочу поблагодарить Бога Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Мы на молитву ходили Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Аминь Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Многое почему Почему я здесь Почему я в Америке Этих почему их миллионы Хотел бы вас спросить Какая вам форма лучше приемлемая Проповедника Или стоять вот здесь Вот где этого столика Или двигаться Знаете, мнение несколько сложновато об этом Почему я спрашиваю Потому что в одной церкви Когда я ехал в Африку Да, и мне сказали Стоять здесь вот и не двигаться Они даже на меня обидели Что я двигался Я не знал, что в этой церкви Нельзя двигаться И когда я проехал в Африку Я там, ну, более-менее Как-то не двигался Чуть-чуть подходил Maybe a little wobble И ко мне подошла моя Маша И Маша came up to me И говорит, папа Не спи Подходи к людям Возвращай голос Двигайся Африканцы такие люди Что они не принимают Чтобы стоять просто и говорить Африканс Африканс Они не понимают Что они просто стоят И говорим Ну так как? Стоять или двигаться? Move around Or stand in one spot Двигаться? We're gonna move around today Катя, какой здесь Радиус движения? What radius do I have to move? А? Сколько я могу двигаться? До конца могу? You can Ты готов? I don't know Это брат спортивный Он любит двигаться We'll see Мы можем с ним Даже поджиматься, да? А кто любит Когда проповедники шутят? Знаете, у меня здесь Кличка появилась Кто-то один Меня назвал Клоуном Я не обиделся Я сказал себе Лучше я буду Божьим клоуном I better be a God's clown Это слово Мемра не переводится Какое? Мемра Как синоним Мемры Нет Окей Ну, лицемером Или лицемером Лицемером Hypocrite 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 Хорошо Тема, которую будете проповедовать Называется Гореть и не сгорать Гореть и не сгорать Вот ты бы хотел быть Таким христианином Который бы горел Или не хотел Или ты хотел быть Потухшим Таким полным апатиком Хотели бы все быть Горящими, правда? А еще больше Хотели, чтобы не сгорать Аминь? Знаете, вот Костер Костер или огонь Кто, кстати, на этой неделе Сидел у костра? Кто еще? А где молодежь? Еще не вижу Вы вчера полили костер? А? Ты тоже был? Был, да? Ну как? Классно у костра Знаете, я думаю, что Люди, которые сидят у костра Они получают какое-то Особенное вдохновение Казалось бы, просто горит огонь Но глаза никогда не устают Смотреть в него Так или нет? Еще людей привлекает тепло Когда мы замерзаем Хочется посидеть в камине И погреться, правда? Давайте мы тогда откроем Книгу Исход И поговорим здесь о некоторых Секретах Божьего Царства Итак, мы Исход 3, 1, 10 Книга Исход 3, 1, 10 Давайте мы закроем глаза И сейчас просто помолимся Отец, во имя Иисуса Мы благодарны Тебе Что можем быть здесь Слушать Твое Слово Господь, пожалуйста Благослови это Слово Каждое сердце Которое слушает Тво Во имя Иисуса Аминь Я сразу хочу оговориться Я буду прибегать К моим примерам Которые больше касаются Моей жизни Потому что то, что я буду говорить Это прежде всего мое откровение Полмесяца назад Нашей Катей был день рождения Я этот стих пожелал ей Сказал, дочечка Я хочу, чтобы ты горела Не сгорала И чтобы Бог говорил через тебя Просто пожелал Но не тут-то было Это слово начало работать внутри меня Оно не давало мне покоя Этот стих Он все время Был в моей голове Я просыпался утром И ложился вечером Я понимал, что здесь Что-то есть для меня И поэтому давайте вместе прочитаем Это по-английски? Я могу по-английски читать Вы хотите все прочитать сразу? Да Итак, исход 3.1.10 Моисей пас овец у Афора Тестя своего священника Медиамского Однажды повел он стадо далеко в пустыню И пришел к горе Божией Хариву И явился ему ангел Господень В пламени огня Из среды тернового куста И увидел он, что терновый куст горит Огнем Но куст не сгорает Моисей сказал Пойду и посмотрю На сие великое явление Отчего куст не сгорает Господь увидел, что он идет смотреть И позвал И возвал к нему Бог Из среды куста И сказал Моисей Моисей Он сказал Вот я И сказал Бог Не подходи сюда Сними обувь твою С ног твоих Ибо место, на котором ты стоишь Есть земля святая И сказал Господь И сказал Я Бог отца твоего Бог Авраама Бог Исаака Бог Иакова Моисей закрыл лице свое Потому что боялся Возреть на Бога И сказал Господь Я увидел страдания народа моего В Египте И услышал вопль Что он Что от представников Вопль от представников его Я знаю скорби его Я знаю скорби его И иду избавить его От руки египтян И вывезти его Из земли В землю хорошую И пространную День счет молоко И мед В землю Хананеев Хитеев Амореев Ферезеев Евесеев И Евусеев И вот уже дошел Вопль Сынов Израилевых До меня И я Вижу Угнетение Каким угнетают Египтяне Итак Пойди Я пошлю тебя К фараону И выведи из Египта Народ мой Сынов Израилевых Все Все хорошо Все поняли Я думаю Что многие Из нас Читали Это место И обратили Внимание На следующее То что Моисей Который Когда-то Жил В Египте Который Был сыном Дочери Фараоновой Белый Который Воспитал Его Он получил Там образование Имел Хорошие Условия Для жизни Но Однажды Процел То что Он Убил Человека Он не Хотел Убивать Но так Получилось Что он Его Убил И поэтому Он выжил Сбежать Чтобы скрыться От убийства От этого И написано Что он Нашел место У этого Тестя Будущего Священника Иофора И что он Там делал Он Пасовец Многие годы Он занимался С этим делом Он женился На дочери Эфора Имел Семью И каждый День Он уходил Далеко В пустыню Находил Там Зеленые Какие-то Ужайки И пас Этих Овец Это была Процедура Каждого дня Из года В год Овцы Пустыня Овцы Пустыня Но однажды Мы знаем Когда он Повел Этих овец Пришел К горе Божьей Хариу И Уподночь Этой горы Увидел Такое Странное Явление Куст Терновый Он горел Но он не просто горел Он не сгорал Он долго смотрел На этот куст Ничего не понятно Почему куст горит И не сгорает Что за феномен Непонятный В пустыне Где все такое сухое Все сгорает За одно мгновение Не может такого быть Он смотрел Он горит И не сгорает И это привлекло его внимание Что ему захотелось Подойти ближе И когда он начал Приближаться К этому кусту И в этот момент Услышал голос И he heard a voice Говорил Не священник Медиамский Это не священник А говорил сам Бог Это был Моисей Моисей Остановись Сними обувь твою С ног твоих Ибо место На котором ты стоишь Есть земля святая Моисея Моисеев трепет Моисеев трепет Моисеев трепет Моисеев Он не ожидал этого Он не ожидал этого Он снял свою обувь И с трепетом слушал Того кто ему говорил Он говорил о проблеме Евреев Которые четыреста тридцать лет Находятся в рабстве Я говорю Я люблю этот народ Я не хочу чтобы они больше Страдали Но сегодня Я избираю тебя Чтобы ты пошел И вывел этих людей Из рабства Знаете я Когда читал эти места Бог в очередной раз Приводил меня В трепет То что Уже стало Обыденным Бог обновлял во мне Обновлял Его Слово Ренewed His Word Которым я За тридцать лет Так обыденно Привык относиться И over the past 30 years Just normally read Я начал понимать Так это же Он Говорит мне сегодня Мое сердце Что есть прообраз Этого куста Сегодня для нас Как я спрашивал в начале Ты бы хотел быть Таким христианином Который горит И не сгорает Я первый Я первый Знаете Так происходит в нашей жизни Когда мы Осознаем свою греховную природу Когда мы Которые И знаем Что Иисус Истина Божия Который прощает все грехи людей И мы открываем Его свое сердце Он прощает нас Приходит радость Правда Радость в спасении Ты ног не чувствуешь Под ногами Тебе хочется летать но что происходит дальше эта радость она как-то потихонечку потихонечку где-то но я не говорю что во всех у многих исчезает я спросил почему знаете получил такой ответ вот есть люди которые влюбляются есть которые здесь влюблялись в жизни но я один который никогда не влюблялся я не знаю что вообще это такое я читал об этом смотрел кино но я никогда не влюблялся даже свою жену я не влюбился с первого раза она мне просто понравилась я не говорю что я там уже летал я по-прежнему ходил вот это состояние оно похоже с любленностью но когда тебе понравилась девушка и ты ее полюбил и ты хочешь строить с ней отношения она становится твоей женой и ты начинаешь ее любить не потому что она просто красивая я не отказываюсь от этого а просто что это подарок от Господа ты ее любишь потому что это подарок ты делаешь все что ей приятно то что она любит ты еще до конца не знаешь что она любит как бы по-своему это и то что ты иногда приносишь она вообще это не любит она видит что у тебя есть желание и что-то сделать хорошее и она снисходит но когда она принимает решение ее любить заботиться о ней ухаживать охранять ты это делаешь? смотри у тебя классная жена заботиться охраняй ее ты тоже Джессика да я сейчас говорю со стороны мужчины поэтому это же самое принимайте со стороны женщины если мы говорим что любить это заботиться ухаживать, охранять этот процесс идет взаимный this process is from both ends аминь аминь слава Господу praise God аллилуйя а еще то что мы делаем знаете когда мы любим what else do we do when we love? это очень важно it's very important мы начинаем работать над своим характером we start working on our character аминь аминь мы не хотим быть таким как были раньше we don't want to be the same as before none of us are perfect и у каждой из нас есть свои какие-то косяки переводятся we all have our imperfections у каждой из нас поэтому мы все стараемся работать and all of us try and work on ourselves on our character бороться с плотью fight with the flesh на крест ее почаще мы take our flesh to the cross мое самолюбие my pride my pride my self-love все то что есть негатив all the negative на крест onto the cross это есть любовь this is what love is аминь аминь слава Господу знаете когда это происходит в семье sometimes things in the family и мы делаем это друг другу we do this to each other этот огонек this little fire он потихоньку разгорается it becomes it burns bigger and bigger знаете у огня есть такие особенности fire has these specialties чем больше дров положишь туда the more wood you put on it тем больше что the bigger огонь the fire когда было нас двое when there is two of us был маленький огонек there is a little fire когда нас стало трое when there is three of us он все больше стал he got a little bit bigger когда у нас уже было четверо when there is the four of us он стал еще больше it became even bigger этот огонек он разгорается this little fire gets bigger and bigger иногда раньше спрашивали нас почему надо ходить в церковь before they asked us why do we have to go to church и у нас был такой ответ and that our answer was понимаешь церковь это как костер and it says the church is like a fire и каждый из нас это какое-то ну отдельное полено and each of us is like a different part и когда мы вместе and when we're together мы горим но когда я одно полено оттуда вытащить and when I take one piece of water one section of this and put it apart from everybody оно постепенно что and over time затухнет it starts burning out затухнет потому что мы вместе можем сохранять то есть составлять этот костер который горит that burns горит аминь знаете это привлекает внимание когда в семье есть такой очаг который горит it attracts your attention when in a family the fire is burning туда обязательно придут люди people will come to the family я помню как очень давно уже I remember a long time ago мы познакомились с одной девушкой we met this one girl она была такая нехорошая нехорошая жизнь не была she had a not so good life difficult life и мы просили к себе домой and we brought her to our home она потом начала приходить and she began to come узнал наших детей мы с ней пили чай общались практически не говорили о Боге вот когда она что спросит мы отвечали а через время она пришла в церковь и покаялась и знаете что она сказала потом знаете почему мне захотелось идти в церковь я захотел иметь такую же семью как у вас знаете тогда когда есть в семье любовь отношения тогда костер он горит и привлекает внимание конечно же основным источником горения есть Дух Святый и когда ты вникаешь в слово он зажигает это слово то есть он открывает он открывает слово и это слово начинает гореть внутри тебя но я себе спрашивал почему этот огонек он потухает или же начинает гореть слабо вот ты сегодня пришел сюда здесь хорошее прославление здесь есть общение и мы здесь что-то получаем и когда отсюда ты выходишь поешь куда-то покушаешь и уже как бы ощущение того что ты здесь был и находился и получал оно потихонечку куда-то уходит и оно потихонечку куда-то уходит я спрашивал себя почему почему ты загораешься и так быстро тухнешь я спрашивал у Господа Господи я не хочу тухнуть так быстро я хочу гореть и знаете какое место мне Господь открыл это 2 Коринфянам 6.16 2 Коринфянам 6.16 ибо вы храм Бога живого как сказал Бог стелюсь в них и буду ходить в них и буду их Богом они будут моим народом то есть ты и я есть храм Бога живого когда ты покаялся when you repented Дух Святый Он пришел в твое сердце Он говорит стелюсь с них но стих не заканчивается написано и буду ходить в них я говорит стелюсь в них и буду ходить давайте это повторим буду ходить можем вместе сказать буду ходить буду ходить буду ходить в них в другом переводе написано буду жить в них ну конечно если жить то и ходить Буду ходить в них. Но знаете, что происходит, как я уже говорил раньше? Почему-то куда-то уходит это хождение. Не сильно хочется ходить. Я спрашивал Бога, почему? И я получил ответ. Ты недостаточно меня знаешь. Ты, Дух Святой, сказал мне, что ты меня недостаточно знаешь. Ты меня мало знаешь, сказал Дух Святой. Ты потому тухнешь, что ты мало знаешь меня. Я возразил и сказал, Господи, я сколько много знаю о Тебе. Я сколько много знаю о Духе Святом. Я сколько проповедал о Духе Святом. Я крещеный Духом Святым. Я говорю на языках. Я знаю на Иисус много мест. Четырнадцатая, пятнадцатая, шестнадцатая глава Иоанна. Это глава о Духе Святом. Я даже знаю Его имена. То, что Он утешитель. То, что Он наставник. То, что Он учитель. Я все это знаю. Господи, я это знаю. И Он мне говорит, ты знаешь о мне. Но ты не знаешь меня. Одно дело знать о ком-то. А другое знать его лично. Когда Андрей знает свою жену. Ты знаешь свою жену? Ты знаешь, как ее можно обидеть. Оскорбить. И ты делаешь все, чтобы ее не допустить. Это нормально. Когда мы знаем личность. Мы знаем, от чего эта личность. Она может обидеться. Вот Господь сказал мне, что ты знаешь обо мне. Как об учителе. Как об учителе. Наставнике. Наставнике. Ты знаешь многое. Но ты не знаешь меня хорошо, как личность. Он говорит, я личность. Я не просто сила. Я не просто целитель. Я, говорит, личность. Я хочу, чтобы ты знал меня как личность. Я обращался со мной как с личностью. Я начинал вспоминать свою христианскую жизнь. Оказывается, если личность можно обидеть. И вообще, если вы можете обидеть. И Дух Святой можно обидеть. Оскорбить. То есть, дать поняту, что ты мне не нужен. И поэтому ты так быстро тухнешь. Потому что ты меня обижаешь. Ты меня оскорбляешь. Ты не хочешь со мной вообще иметь дело. Ты хочешь сам. Как получивший силу двигаться. Помните пример купальни Вефезда? Человек, который был болен 38 лет. Он не мог двигаться. Он все время лежал. Лежал каждый год. Приходили туда. Он там лежал, лежал, лежал. И написано, когда Иисус увидел его лежащего. Он подошел к нему. И говорит, хочешь ли быть здоровым? Хочу. Но не имею человека. Супер, вставай. Иди. Ты исцелен. Послушайте, ты приниматель. Этот больной, он имел ноги. Он имел ноги. Но эти ноги его не носили. Его носили вместе с ногами. Но ноги не носили. То, что мы читали вначале. То, что все люди с них. Но он может быть в этом лежачем состоянии. Мы можем его знать. Но никогда с ним не иметь дело лично. Он говорит, я буду ходить в них. Мы находим очень много мест, которые говорят о том, что я же говорил раньше. То, что можно его очень сильно оскорбить. Ефесианам 4.30. И не оскорбляйте Святого Духа, которым вы запечатлены в день искупления. Он говорит, не оскорбляйте Святого Духа, которым вы запечатлены в день искупления. И мы знаем то, что в пятой главе Ефесианам очень много грехов перечислено. Это имморальность. Имморальность. Это раздражение. Раздражение. Ирратание. Это гнев. Ангер. Гнев. Обида. Упсетность. Непрощение. Упсетность. Это то, что угощает Святой Дух. И мы никогда не сможем гореть. Знаете, есть такой еще грех под названием ропот. И there is this sin called unthankfulness. Как будет? Ропот, да? Недовольство. Yeah. Not being thankful and always talking negatively. Negative talk. Когда человек недовольный. Он живет здесь. В Америке. When a person is unhappy and he lives here in America. У него есть семья. He has a family. Он недоволен. He's not unhappy. Не так давно я встречался с этим человеком. I met one person recently. Так, ходи вместе. Вот это народ настоящий. Слава Богу за такого брата. Питер. Praise God. Знаете, когда я был в этом доме. Вернее, возле из него дома. Когда я видел этого человека, который живет там. И я видел этого человека, который живет там. То, что он постоянно под этим делом. Постоянно выпивший. Он всегда брак. Я начал ближе знакомиться с ними. Просто не захотелось пообщаться с ними. I wanted to talk to them fellowship. У них шесть детей. They had six kids. Жена, она очень плохое физическое состояние. The wife has a very bad physical state. Трусится, трусится, трусится руками. She's always shaking. Он пьет. And he's always drinking. Двадцать лет. 20 years. Шесть детей. Six kids. Я думаю, что говорить ему, он бесполезен, потому что он не до конца еще трезвый. I think speaking to him is basically useless, because he's not sober. Я приехал попозже. I came a little bit later. Он уже более-менее стал трезвый. And he was kind of sober. И мы начали общаться. And we began to talk. И он начал роптать. And he began speaking negatively. Вот плохая жизнь. He's like, my life is so bad. Все плохое. Everything's so bad. Я слушал, слушал его. And I listened to him. Я слушай. And I was like. Я бы сейчас сделал это сейчас. И отправил бы в Африку. You know what I would do right now? I would send you to Africa. Прямо в Кеню. Right into Kenya. Dead snow. Into the tribes. Где нету воды. Where there's no water. Где нету еды. There's no food. Ничего нормального нету. There's nothing normal over there. Остал бы тебя там на пару лет. I left you there for a couple years. А потом бы узнал бы, как ты. And then I would ask you how you're doing. Доволен и доволен. Are you happy or not? Тогда бы ты, может быть, оценил свою жену. And then maybe you would value your wife. Которая родила тебе шестеро детей. That gave birth to six kids. Оценил место, где ты оказался сейчас. You would value where you live. Но это тропот. But this negative talk. Написано еще. О Святом Духе. About the Holy Spirit. 1 Фессалоний 5.19 Духа не угошайте. Духа не угошайте. Не угощайте. То есть не огорчайте. Не печальте. Очень сильное место. Луки 12.15 Господь говорит здесь такие слова. Да будут чресла ваши припоясаны и что? И светильники горящие. It says, be dressed, ready for service, and keep your lamps burning. Да будут чресла ваши припоясаны, и светильники горящие. And your lamps burning. 100%. 100%. Чтобы поддерживать огонь. To keep the fire burning. Нам надо общаться с Духом Святым. We need to have fellowship with the Holy Spirit. Я молюсь им каждый день. I pray to him every day. Чтобы больше его знать. To know him more. Но очень сильное место я нашел дальше. Another scripture, very powerful, that I found. Это все место, которое сорвало мою крышу. This blew my mind. 2 Коринфянам 13.13 2 Коринфянам 13.14 Благодать Господа нашего Иисуса Христа. May the grace of the Lord Jesus Christ. Любовь Бога Отца. And the love of God. И третье. Общение Святого Духа. And the fellowship of the Holy Spirit. So all of you. Amen. Послушайте. Listen. В этой личности есть удивительное качество. Он хочет общаться. А более того. Он инициатор этого общения. Вот хотел бы ты, не хотел. Плохое настроение. Какой-то может быть конфликт. А он хочет общаться. Вот не хочется общаться там с детьми, может быть. Даже может быть с женой. А он хочет общаться. Он понимает тебя. Больше жены и детей. Он хочет общаться. Он просто ревнует об общении. Знаете, это один из стержней церкви. Это общение. И много людей приходят в церковь. Большинство из-за общения. Одни любят больше там поклоняться. Другие больше слушают Слово Божие. А третьи. Они больше, может быть, ликуют от общения. Это нормально. Потому что мы все живые существа. Мы люди. И у каждого из нас есть душа. И наша душа, она жаждет общения. Общения друг с другом. И общения с Богом. Аминь. Вы что-то получаете или нет? Я бы здесь дал несколько советов. В отношении общения. Heads up. Общение тоже есть одно из таким разновидностей топлива, которые необходимы для того, чтобы костер горел. Чтобы я мог гореть. Общайся с теми, кто жаждет так, как и ты. Я не говорю, что не надо общаться с теми, которые, ну, не горят. Ну, прежде всего, общайся с теми, которые горят. Я долго думал, почему, почему Инофану так понравился Давид. Инофан, он был такой своеобразной личностью. Он любил Бога. Но среди тех, кого он встречал, он никого не встречал с такой же жаждой, как он. Но когда он услышал речь Давида, и написано, что он прилепился к этой душе, он встретил того, кого ему не хватало. Этот человек был по духу. Поэтому общайся, старайся общаться с такими людьми, которые тебя могут духовно поддержать. У меня есть несколько человек на работе. Мы с ними, как встречаемся, делимся только откровениями и свидетельствами. И знаете, я всегда, ну, общаясь с ними, я ухожу вот такой вот приподнятый. И every time I speak to them, I leave a little bit lifted up. Вот какие-то витамины получил. Some sort of nutrients I received. Какая-то такая, знаете, внутренняя бодрость пришла. Like an awakening, some boldness. Потом молите, чтобы Господь давал вашу жизнь таких людей. Pray to God that he may give you these kind of people. Смотри и слушай то, что тебя духовно назидает. Listen to things that spiritually lift you up. Знаете, мы очень многое можем смотреть. We can watch many things. Там YouTube или другие какие-то сайты, они полны информации. YouTube, other sites have lots of information. Информация есть хорошая и плохая. There's good and bad information. Слушай и смотри то, что тебя духовно назидает. Listen and watch those things that spiritually grow in you. Don't spend your time on a bunch of wet. Я сам бываю, знаешь, когда вот новости смотрю. And when I watch the news, меня просто уносит. I just, my head just одни закончил. Хочется знать другое, что скажет. Не понимая то, что они практически все брехуны. Ну там может быть процентов 30-40 информации правдивой. Maybe 30-40% of that information is true. And I don't know why you get pulled into this. You want to know more. And what I receive from this? Ты скажешь просвещается глаза твои и ты становишься более разбирающимся. You may seem that your eyes cleared up or you're more educated. Это отравливает меня. It poisons me. Это меня отравливает. It poisons me. Поэтому, Господи, освободи меня от этих всех. Освободи, чтобы я мог вообще туда не касаться. May that I free myself that I don't even look this way. О, Иисус. Знаете, есть такое место очень интересное Деяние 16-15. Женщина, которая уверовала, ее звали Лидия. Она крестилась. И написано, что она просила нас, это Павел за себя говорит, чтобы мы вошли к ней в дом. И написано даже такие слова. И убедила нас. И она сказала, что она уверовала нас. То есть, женщина, которая уверовала, у нее горело сердце. И она хотела больше. Не отпускать этих мужей. Пусть войдут в мой дом. Я буду служить им. Я буду кормить им. Я буду feed them. Либо только слушать то, что они мне будут говорить. Об Иисусе Христе. Следующее. Не стесняйтесь. Не стесняйтесь. Открывать свой дом. Если вы хотите гореть. Знаете, огонь его невозможно удержать. Есть такая тенденция. Вначале ты получаешь. А потом тебе хочется отдать. И потом тебе хочется отдать. Мы не созданы, чтобы только получать. Мы должны получать. И отдавать. Это огонь. Который будет гореть еще больше. И еще ярче. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Я здесь записал такую вот интересную мысль. Я верю, что принятие и хождение в благодать Иисуса Христа. Возрастание в любви Отца. И общение в Святом Духе. И общение в Святом Духе. Производит тот огонь, который горит и не сгорает. И как тот куст, который горел. И не сгорал. Так само ты будешь гореть. И не сгорать. Ты будешь общаться с этой личностью. Ты будешь стремиться, чтобы больше узнать ее. Я говорю сейчас это за себя, друзья. Я этим горю. Мне жена говорит, почему ты раньше об этом не говорил? Ты тридцать лет. А я говорю, знаешь почему? Потому что мне об этом не сказал. Понимаете? Если бы мне сказали о том, что надо больше общаться как с личностью, с этим Духом. Расскать этих интимных моментов. Чтобы не оскорбить его, не обидеть. Не унизить. Поэтому я сказал, еще не поздно. И я сказал, что это не поздно. Господь, дай мне время. Больше узнать Тебя. Чтобы рассказать другим о Тебе. Какой ты любящий. Благословенный Господь. Аллилуйя. Знаете, такое последнее место. Это слова Давида. Псалом 17, 29. Псалом 18, 28. Он говорит такие слова там. Ты возжигаешь светильник мой. Господь, Ты возжигаешь светильник мой. Мой Бог просвещает тьму мою. Он возжигает. И Он просвещает. И живя в этом мире тьмы. И мрака. Он один, кто покажет Тебя ту дорогу. И те действия. Которые я могу делать. Ты его сжигаешь. Хочу вам сказать еще одну вещь. Последнюю. Не прячься. За свое покаяние. Которое было 5, 10 или 20 лет назад. Вы меня слышите? Не прячьтесь. Не оправдывайтесь тем, что я покаялся. Не надо прятаться за этим. Бог вчера, сегодня Он тот же. Он как возжигает. Так и поддерживает. Поэтому если твой огонек уже потухший. А может быть еще общение не возгоревший. Сегодня это время. Чтобы прийти к Нему. Как Господь. Дух Святый. Я нуждаюсь в Тебе. Давай закроем глаза. Дух Святый. Я нуждаюсь в Тебе. Я нуждаюсь в Тебе. Дух Святый. Дух Святый. Я хочу гореть для Тебя. Дух Святый. Дух Святый. Я не хочу потухнуть. Дух Святый. Дух Святый. Я хочу, чтобы Ты ходил во мне. Который лежал в купальне Вефезда. Я хочу, чтобы Ты ходил во мне. Я хочу, чтобы Ты ходил во мне. Я хочу, чтобы Ты жил во мне. Полноценной жизнью. Я не хочу быть однобоким христианином. Я не хочу быть однобоким христианином. Теплым и холодным. Я хочу быть горячим. Я хочу гореть. Я не хочу быть потухшим. Я хочу, чтобы мои дети это увидели. Я хочу, чтобы люди это увидели во мне. Чтобы люди это увидели во мне. Чтобы люди пришли к этому костру. Чтобы люди услышали Твой голос. И that they may hear Your voice. О Господе, спасибо Тебе. Благослови Господь Церковь во имя Иисуса. Благослови Господь Церковь во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Хотел бы просто продолжить сейчас. Если в нашем зале есть те, которые нуждаются в молитве. I want to offer you, if anybody needs prayer. Я знаете, я не могу судить людей. Вернее, допускаю иногда этот грех. Осознаю свою, так сказать, свою мусью. I can't judge people sometimes, but. Дух Святой обличает. But the Holy Spirit condemns me. Когда иногда думаешь, что кто-то недуховный. When I think somebody is not holy or spiritual. Дух Святой обличает. The Holy Spirit convicts me. Здесь все духовные люди. Everybody here is holy and spiritual. Здесь все Божьи люди. This is all God's people. Мы все Его дети. We're all His children. Притом любимые дети. They're beloved children. Любимые дочери и сыновья. Они любят своих родителей. Их тянет к ним. Потому что в маме или в папе есть то, что по-особенному. Может согреть. Я хотел бы молиться, чтобы наша церковь. Она была такой же семьей. Которая бы могла согревать эти души. Что мы могли гореть для Бога. Что мы могли гореть для Духа Святого. Чтобы те, которые живут здесь рядом. И потянулись сюда. Чтобы ты получивший этот огонь. Мог понести туда. Где сегодня ночь. Где сегодня мрак. Знаете, я часто думал и говорю, почему пустыня. Знаете, этот мир, эта пустыня. Это пустыня. Где нету жизни. И многие не знают. Где есть жизнь. Жизнь и то, что вокруг нас. Жизнь и то, что внутри тебя. Это есть жизнь. Подвеси Христос тебе. Если ты знаешь Духа Святого. Он тебе. Это жизнь. Это та жизнь, которая не имеет сегодня миллионы людей. Не имеют. Даже те воины, которые погибают на Украине. Или в России. Они до конца не знают, за что они погибают. За какую жизнь. За какую свободу. Истинная свободу. И настоящая жизнь. Это только в Нем. В Нем. В Духе Святом. В Духе Святом. Благословения, Матергоценные. Благословения. Благословения. Спасибо. Спасибо.